Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Откуда на нашей планете взялись останки 30-метровых древних существ? Когда-то в древности существовала цивилизация великанов. Был ли в действительности библейский поток? В памяти человечества это запомнилось как что-то жуткое, как конец света. Кто строил загадочные подводные города? Да. Легенды говорят, что из моря появился человек, а сверху ещё голова рыбы у него. И почему нам пора переписывать все учебники по истории? Человек разумный на Земле появился, возможно, гораздо раньше, чем мы можем себе это представить. Вот уже, наверное, лет 30, как независимые археологи утверждают, что у человека был неизвестный науке предок, который произошел не от обезьяны, а от неизученных пока наукой древних существ, рост которой достигал 5 метров. Эта гипотеза всегда считалась антинаучной. Но вот летом 2011 года в Боржомском ущелье Грузии местные жители совершенно случайно обнаружили удивительную находку. Останки древнего человека, который жил несколько тысячелетий назад. И эта находка заставила учёных совершенно по-другому посмотреть на, казалось бы, давно забытую и тысячу раз осмеянную гипотезу о древних великанах. Сейчас вы видите, как исследователи аккуратно пытаются извлечь эти останки, чтобы внимательно их изучить. Эти останки уже стали научной сенсацией. Ведь они очень сильно отличаются от всех археологических находок, сделанных за последние 150 лет. Поразительно, но древний человек, найденный в Боржомском ущелье, просто гигантского роста, больше трёх метров. Это интересная находка. Об этой находке я узнал год тому назад, когда ко мне пришли и принесли кости. Нижнюю часть бедренной кости и верхнюю часть большей-большей-большей-большей кости. Кости подходили друг к другу. Это явно было кости одного индивида. Кости были довольно крупные. Поначалу исследователи предположили, что найденные останки принадлежат доисторическому человеку, который страдал какими-то неизвестными генетическими заболеваниями. Именно из-за них у него и был такой гигантский рост. Но после тщательного изучения находки выяснилось, что никакой мутации у древнего человека не было. Эти выводы произвели в научном мире переворот. Ведь они означали, что археологи нашли останки настоящего великана. Одного из тех, кто жил на нашей планете в доисторические времена. Долгое время официальная наука считала существование древних людей-великанов в научном недоразумении. Но только до тех пор пока не выяснилось, что останки гигантов, подобных скелету, обнаруженному в Грузии, исследователи находят по всему миру. В Америке, в Мексике, в Австралии, в Турции и даже в Антарктиде таких образцов на сегодняшний день уже более ста. А значит, наука игнорировать эти факты больше не имеет права. Первым рискнул об этом заявить еще известный советский ученый, директор Института антропологии. Известный антрополог Якимов, директор, бывший директор Института антропологии, он, в общем-то, считал, что эти вот гигантские формы, они достигали пяти метров и весили полтонны. То есть вы понимаете, что существование на планете таких огромных людей, в общем-то, было новостью для антропологов и для всей современной науки. Но почему нам известно о них так мало? Почему эти находки не вносят в научные каталоги? И зачем археологи скрывают информацию об обнаруженных ими останках гигантов? Многие ученые считают, признать, что первые люди на Земле были великанами, официальная наука не может по одной простой причине. Потому что тогда придется согласиться и с тем, что наши знания о прошлом не совсем верны. Что развитие человечества на нашей планете могло происходить по-другому. И люди, жившие задолго до нас, вполне возможно, были не такими уж примитивными. Находят гигантские совершенно черепа, которые вообще непонятно к чему отнести. Хотя, опять же, по легендам можно узнать, что когда-то в древности существовала цивилизация великанов. Но эти останки, они настолько не вписываются даже в понимание современное, что о них просто предпочитают молчать. Поразительно. Но версию о том, что первыми людьми на Земле были великаны, подтверждают не только археологические находки ученых, но и мифы, легенды и даже библейские тексты. Вспомнить хотя бы древнегреческого титана Прометея, Блинного Святогора или Голиафа из Библии. Все они, утверждают исследователи, не просто вымышленные персонажи, а доподлинные герои своих эпох. Значит, не случайно ведь во всех у древних народов, там у греков, у шумеров, у древних индусов, у древних индейцев, у египтян, всюду есть легенда, когда борьба идет. То есть боги борются с этими титанами, с великанами. Вот шла война все время с ними на уровне богов. Даже вспомнить в Библии, там довольно часто упоминаются великаны. Ну, допустим, знаменитое сражение Давида и Голиаф. Это ж ясно, что это был великан. Конечно, нам с вами, вопреки учебникам истории, просто так взять и поверить в то, что сказочные великаны, описанные в древних мифах, это реальные жители доисторической планеты, как-то даже и неловко. С чего это они вдруг были такими большими? Но вот ученые-антропологи, которые занимаются изучением условий жизни на планете много тысячелетий назад, наших сомнений бы не поняли. Потому что как раз по их выводам, древний человек в те времена просто не мог быть нашего роста. Ведь климат на Земле был совершенно другим. Температура на несколько градусов выше. Кислорода в атмосфере было гораздо больше. Но самое главное – вода. Древняя вода была просто перенасыщена кальцием. Это то, что мы употребляем сегодня для укрепления костей. А значит, доисторические жители планеты росли на этом кальцием, как на дрожжах, питались буйной растительностью и достигали просто гигантских размеров. По подсчетам ученых, нас масса биосферы в те далекие времена превышала современных в 20 тысяч раз. Это означает, что вот были не только динозавры, были огромные деревья, были животными, растительными. Все имели огромную форму. Почему тогда разумным существам не иметь огромных размеров? И подтверждений этому есть огромное количество. Археологические находки, изображения богов, изображения царей в том же Египте, в том же Китае, даже в Австралии. Доказательства того, что в древности жили люди-гиганты, как считают исследователи, кроются и в самой древней книге на Земле – Библии. В ней сохранились описания людей, которые жили до потопа. И если соотнести их рост с современной системой измерения, то получится, что они были настоящими великанами. Упоминание о Ное подтверждает это. Его рост достигал 20 локтей – порядка 5-7 метров. И вот как раз считается по одной из легенд, что вот Ной отплыл от горы Кармель. Там он строил корабль и вот оттуда отправился в свое путешествие. Ну и некоторые исследователи считают, что он и его сыновья были примерно там 4 метров роста. Доказательства того, что в древности на Земле жили великаны, можно найти и в древней архитектуре. Посмотрите, это ливанский город Баальбек. А это его главная достопримечательность – храм Юпитера. Еще в древности он был практически полностью разрушен землетрясениями. Но даже оставшиеся руины до сих пор производят на археологов внушительное впечатление. Ведь храм Юпитера – едва ли не самое грандиозное древнее сооружение на Земле. Только посмотрите на эти гигантские колонны. Когда-то их было 52, правда до наших дней уцелело лишь 6. Каждый из них в обхвате 7 метров, в высоту больше 24 метров. Эти колонны – самые большие в мире. По сравнению с ними знаменитый афинский Парфенон кажется просто игрушечным. Его колонны как минимум в два раза ниже. Руины производят величинное впечатление. Особенно, конечно, вот все-таки производит этот храм Юпитера. Они как бы висят в воздухе, и ты вот, когда ходишь, они как бы нависают над тобой, потому что они находятся на этой платформе. Такое ощущение, что вот они вот так вот парят в небе и куда-то устремляются высоко. Но больше всего археологов волнуют даже не сами здания, а фундамент, на котором стоит комплекс. Посмотрите, он состоит из каменных блоков, каждый из которых весит более 300 тонн. Поверх них расположены три гигантских глыбы, которые принято называть трилитроны. Каждый из этих камней достигает длиной 21 метра и весит, только представьте, 800 тонн. По некоторым данным, трилитроны появились здесь тысячи лет назад. Еще более непостижимо то, что гигантские глыбы были не только вырезаны в скале и доставлены до места установки, но и были подняты более чем на 7-метровую высоту. Они как будто служат таким напоминанием о том, что древние люди могли строить такие сооружения, таких масштабов и таких вот идеальных пропорций. То есть они очень гладко обтесаны, там нет никаких зазубрин, и они очень плотно пригнаны друг к другу и к вот этому фасаду цоколю. Мог ли древний человек сам без помощи кранов и бульдозеров ворочать эти многотонные глыбы? Мог, утверждают некоторые ученые, но при одном условии, если древний человек имел совсем другие размеры. Некоторые ученые считают, что это невероятное, на первый взгляд, предположение, многое объясняет. Например, сразу становится понятным, зачем нужно было строить сооружение с такими огромными лестницами, колоннами и коридорами. Для человека среднего роста они слишком велики. Зато идеально подходят для древних людей, у которых был совсем другой размер обуви. Люди, те древние населения, которые жили, там в основном индейцы, например, инки, они говорили, что до нас жили здесь великаны. И они посредством каких-то манипуляций, магических манипуляций, под звуки труб, они как бы поднимали в воздух эти камни и сооружали вот эти гигантские архитектурные какие-то здания. Исчезнувшая цивилизация. Кого изображают истуканы острова Пасхи? Та раса странных существ на никакому виду людей не принадлежит. Всемирный потоп. Правда или вымысел? Скорее всего, потоп все-таки был. Затерянные города. Кто строил под водой уникальные архитектурные сооружения? На тот момент достаточно развитый, серьезный такой город, защищенный, выполненный хорошим архитектором. Гигантские древние сооружения, подобные Баальбеку, разбросаны по всей Земле. Одним из самых загадочных до сих пор остается остров Пасхи. На этом крошечном участке суши шириной 17, а длиной всего 11 километров, сохранились огромные каменные стуканы. Объясните, кто их построил, а главное, зачем. Не могут даже коренные жители острова. А многочисленные попытки современных ученых изучить многометровые статуи заканчиваются лишь появлением новых теорий, доказательств у которых практически нет. Есть относительно небольшой объем тех сведений, которые мы можем признать точными. Они проверены, они уже подтверждены и так далее. И очень большой, которые гипотезы. По мнению археологов, древние жители острова изготавливали гигантские каменные статуи, вырезая их из цельной скалы в каменоломне на вершине потухшего вулкана Ранарараку. А потом доставляли их на побережье. Но как дикарям, жившим в доисторические времена, удавалось переместить их? Ведь каждая из каменных колоссов весит почти 40 тонн, а в высоту достигает 20 метров. Это как пятиэтажный дом. Мало того, от каменоломня до места установки статуи на побережье их нужно было тащить почти 20 километров. Существуют древние легенды о том, что небесные боги с помощью неких инструментов просто поднимали эти огромные блоки и переносили их с места на место. Все попытки, кстати, современных исследователей повторить подобные вещи оканчивались крахом. В свое время даже пытались перенести блок всего лишь 10 тонн, поднять на высоту несколько десятков метров с помощью современных, ну, старых технологий, как считается, насыпных платформ, катков и так далее. А все закончилось неудачей. Некоторые исследователи считают, многометровых каменных истуканов построили не коренные жители острова, а исчезнувшая суперразвитая цивилизация велика. Причем, скорее всего, предполагают ученые, из вояне изображают самих гигантов, которые раньше жили на Земле. Та раса в странах существ с длинными, вытянутыми носами, которые изображены на статуях острова Пасхи, она никакому виду людей не принадлежит. Нет такой расы людей. Вот есть люди длинноголовые, как вы знаете, хатон и так далее, с вытянутым черепом. Это есть. А вот такого лица нет ни у одной расы на Земле. С другой стороны, это очевидно человеческие лица. В качестве доказательств своих слов сторонники теории о людях и великанах приводят записи бортовых журналов голландского мореплавателя Якоба Рогевина, где он описывает свое общение с туземцами острова Пасхи. Согласно этим запискам на вопросы, как удалось перетащить каменных исполинов, все местные жители отвечали только одно – статую шагали сами. По мнению исследователей, это значит, что статуи были построены задолго до того, как предки местных жителей приплыли сюда. И, возможно, истинными авторами гигантских статуй были как раз великаны – представители исчезнувшей цивилизации. Эти существа, ну, хотели, наверное, оставить из себя определенной памяти. Они обладали разнообразными строительными инструментами и, в частности, видимо, неким гравитационным таким инструментом, который помогал переносить большие тяжести с места на место. Однако громадные статуи – не единственная загадка острова Пасхи. Ученые обнаружили здесь странные деревянные дощечки с аэрографическими письменами. Жители Пасхи называют их «ронго-ронго». Иероглифы не похожи ни на один язык в мире. Ну, это такие плоские, полированные в использовании дощечки. Изображения наносились способом бустрофедон. То есть, одна строка справа налево, другая слева направо. Вот так вот. Это позволяло, как считается, наибольшим количеством знаков покрыть площадь. Расшифровать письменно на этих табличках пока не удалось ни одному ученому в мире. Но, возможно, когда древний язык сумеют прочесть, загадка великанов будет разгадана. Благодаря трудам многих историков и лингвистов мы уже немало узнали о загадочной цивилизации острова Пасхи. Часть табличек нам удалось расшифровать. Они содержат легенду о сотворении мира и всего живого. Правда, прочесть тексты еще не значит понять, что за ними скрыто. Так что разгадать тайну древних великанов ученым пока не удалось. Но если первые люди и в самом деле были гораздо больше размером и ростом нас с вами, то почему со временем так измельчала человеческая порода? Почему древние женщины постепенно перестали рожать богатырей? У ученых есть ответы на этот вопрос. Во всем виноват всемирный поток. Наступивший в результате какого-то древнего катаклизма он навсегда изменил климат, а значит и условия жизни. Древний человек вместо того, чтобы лакомиться изысканными плодами теплой, влажной и ласковой планеты, вступил в суровую борьбу за выживание. Человек мерз и голодал. Конечно, умнел, потому что выживают только самые умные, но одновременно, увы, и мельчал статью. Так сказочные богатыри, большие и добрые, остались навсегда только в сказках. А на планете воцарился человек разумный, разумных же и размеров. В Коране говорится о том, что гиганты погибли во время потопа. Они были такие большие, что перекрывали ступнями своих ног реки. И гиганты говорили Ною, когда он строил ковчег, что мы не погибнем, мы большие. На самом деле гиганты погибли. Это описывает Коран. В течение долгого времени библейскую историю про потоп ученые считали вымыслом, красивой легендой. Однако в 1927 году археологи Леонард и Екатерина Улей проводили раскопки царских гробниц древнего шумерского города Ура, который находится на территории современного Ирака. Неожиданно прямо под городом исследователи обнаружили 20-метровый слой наносной глины без каких-либо следов человека. Но как такое может быть? Ведь на этом месте на протяжении тысячелетий жили люди. И хотя бы что-то должно было от них остаться. Единственный вывод, к которому пришли британские археологи, казался парадоксальным. Причиной нетронутого 20-метрового слоя глины могло быть только катастрофическое наводнение в этой местности. Его могли вызвать только многодневные проливные дожди. Археолог Леонард Улей предположил, что это и был всемирный потоп. То есть явно, что был потоп и что тын осаждался как раз в этой местности. Значит, Аравийский полуостров был затоплен. Но давайте подсвони на Аравийский полуостров. Он плоский, там нет гор. Поэтому любой какой-то катаклизм может залить весь Аравийский полуостров и ничего. Понимаете? И примерно то же самое и произошло, надо полагать. Тем не менее, с этой версией согласны далеко не все ученые. Хотя большинство из них признают факт катастрофического наводнения в древности. Правда, был ли тот потоп всемирным или затопил лишь часть нашей планеты? Точных данных пока нет. Скорее всего, потоп все-таки был. Другое дело, что он мог охватить не всю планету. Возможно, он произошел на какой-то части континента или, может быть, охватил только северное полушарие. Но в памяти человечества это запомнилось как что-то жуткое, как конец света. По крайней мере, для жителей того места, где это произошло. И то, и после. Это озеро Фушианхо. Одно из самых больших в Канэ. Его сравнивают с российским Байкалом. Протяженность озера 35 километров. Ширина 7 километров. Глубина в некоторых местах доходит до 180 метров. Оно особо почитается в Китае. Ведь, согласно местным легендам, в древности на дне озера в золотом городе жили люди, которые иногда выходили на сушу. Долгие столетия эти предания считались выдумкой. Но недавно случилось нечто доказывающее. Легенда о озере Фушианхо в чем-то правдива. В 2006 году китайские военные решили протестировать в озере новое подводное оборудование – эхо-гидролокаторы. С их помощью начали исследовать дно озера. Неожиданно данные приборов показали. На глубине 80 метров находится скопление подводных строений по форме напоминающей гигантские пирамиды. Похожие на здание очертания. Фундаменты во всех случаях точно. И одно из зданий было прямоугольное, с явно такими, я бы сказал, ну, если сверху смотреть на пирамиду, то снятая сонаром, она вот так и выглядела. Единственное, что пирамида обычная, она тетраэдр, а здесь это была половинка тетраэдра, такая стенка, которая шла ровно ступеньками. Кроме пирамиды, там еще есть так называемый, как это называется, колизей. То есть некая круглая, круглый амфитеатр, с предположительно, вот, либо для театральных каких-то зрячих. То есть это на тот момент достаточно развитый, серьезный такой город, защищенный, выполненный хорошим архитектором. Хорошим архитектором, хорошим строителем. Потому что ворочать такие блоки, мы знаем всего, ну, не так много мест. Специалисты установили. Древние постройки довольно большие. Более 40 метров. Состоят из огромных каменных блоков от 3 до 5 метров. По словам ученых, загадочные строения находятся на глубине примерно 90 метров. Человеку с аквалангом погрузиться на такую глубину весьма проблематично. Максимальная глубина, на которую удалось погрузиться российским океанологам, 70 метров. Но они увидели только верхушки зданий древнего города и сделали снимки загадочных рисунков. В виде свастики. Есть также фрагменты изображения людей. Например, рисунок уха человека. Надо сказать, что погрузиться на самое дно к основанию пирамид океанологи не смогли, не позволила техника. Зато им удалось извлечь на поверхность предметы, имеющие следы обработки. То есть вещественные доказательства того, что эти подводные сооружения не природного происхождения. Это действительно город, в котором когда-то жили люди. По подсчетам китайских ученых, подводный город был построен примерно 12 тысяч лет назад. Именно поэтому некоторые исследователи и выдвинули экзотическую гипотезу о том, что город изначально строился на дне гигантского озера. А жили там древние люди-амфибии, которые умели дышать под водой. Так древние китайские легенды о подводных жителях, обитавших в этих местах, неожиданно получили свое подтверждение хотя бы на уровне рабочей версии. Существовала ли цивилизация разумных амфибий? На дне мирового океана может существовать разумная высокотехнологичная жизнь, более совершенная, чем наша, человеческая. Какими технологиями обладали обитатели подводных глубин? Блоки в стене сложены так, что нацелены на различные созвездия и позволяют точно определить время равноденствий и солнцестояний. И почему полулюди-полурывы исчезли с земли? Природный катаклизм. Землетрясение. Самое удивительное, что подобные подводные сооружения ученые находят по всей земле. Например, эти пирамиды обнаружили на дне озера Рок, расположенного в американском штате Висконсин. Летом 1968 года ныряльщики наткнулись на 12-метровой глубине сразу на два рукотворных сооружения из огромных каменных блоков. Оказалось, что это верхушки двух пирамид. В течение 10 лет археологи вели кропотливые работы, слой за слоем снимая грунт со стен этих сооружений. Им удалось выяснить, что длина стороны в основании этих пирамид была не менее 20 метров. А после проведенного анализа сохранности каменных блоков, из которых состоят пирамиды, археологи пришли к выводу, эти камни были сложены не меньше 10 тысяч лет назад. Сначала думали, что это природного характера образования. После изучения уже в наше время выявили, что действительно пирамиды являются рукотворным творением и предназначены, судя по всему, для каких-то технологических задач. Еще один комплекс подводных пирамид. Монумент Йонагуни, найденный около берегов Японии в Восточно-Китайском море, до сих пор считается натуральным природным образованием. Согласно официальной теории, камни сами сложились в форме нескольких зекуратов высотой 24 метра. Обнаруженные еще в 1985 году японские пирамиды так и считались бы чудом природы, если бы в 2007 году профессор Масааки Кимура после 18 лет погружений не сделал шокирующего открытия. Эти пирамиды не творение природы. Их построили разумные существа. Именно по технологии обработки камня основные аргументы, то есть отверстия, пропиленные прямые шахты, некоторые объекты напоминающие бассейн со ступеньками, есть такой, техногенность какая-то, особенно отверстия. Бывают разломы, но прямые пропилы вместе с отверстиями, это уже сочетание такое не очень природное. А вот еще один пример. Большая синяя дыра недалеко от побережья Белиза. О ней ходит множество легенд. Говорят, у синей дыры нет дна, и что из-за монстров, обитающих в этом месте, бесследно пропадают суда и их экипажи. Однако, по словам ученых, эти страшные рассказы о живущих в бездне чудовищах ничто по сравнению с настоящими тайнами, которые скрывает синяя дыра. Синяя дыра – это лагуна идеальной круглой формы, которая представляет собой огромный провал в самом центре крупнейшего кораллового рифа в Атлантическом океане. Диаметр гигантской впадины более 300 метров, а глубина достигает 150 метров. Именно поэтому темный кратер не только четко выделяется в голубых водах Карибского моря, но виден невооруженным глазом даже из космоса. Если смотреть с высоты птичьего полета или полета самолета, то видно, что при идеально чистой воде и отмелях вдруг посреди океана мы видим как будто синий глаз. То есть это абсолютно ровное, круглое отверстие с синя-черной, даже такой вот темно-темно-синей водой. Уникальные кадры. Группа водолазов погружается в синюю дыру Карибского моря. Их задача — опуститься на самое дно впадины и исследовать ее подводный мир. Однако на глубине 70 метров дайверы внезапно приостанавливают спуск. Они не могут поверить своим глазам. Под толщей воды, куда практически не проникает солнечный свет, аквалангисты видят гигантскую арку. Проплыв под ней, они делают открытие, которое потрясло все научное сообщество. Синяя дыра — не просто глубокая воронка, а целая сеть таинственных каналов, пещер и коридоров. Настоящий подводный лабиринт. При погружении с аквалангом в эту синюю дыру около Багамских островов было замечено, что внутри пещер уже существует разветвленная система ходов. Причем, есть закономерность. Эти ходы представляют собой ответвления по определенному плану, сделанные по типу метрополитеновских туннелей. Однако самая поразительная находка водолаза в синей дыре — вот эта пещера. Ученые назвали ее подводным собором, потому что ее свод будто подпирают огромные колонны. Но откуда в морской бездне могло взяться такое сооружение? Каким образом на глубине 70 метров появились десятки одинаковых столбов из известняка? Исследователи уверены, никакой мистики в этом нет. По их словам, колонны — результат естественных процессов, не более, чем игра природы. Просто 10 тысяч лет назад пещера располагалась на суше. Именно тогда в ней выросли свешивающиеся с потолка сталактиты, напоминающие по виду каменные столбы. Существует множество колонн, которые поддерживают своды. Официальная наука говорит о том, что, скорее всего, это сталактиты. Но сталактиты растут только в наземных условиях. То есть сталактит не может расти под водой. Сталактит растет только в пещерах, которые находятся над поверхностью воды. По мнению ученых, в конце последнего ледникового периода море поднялось и затопило гроб. Так образовался подводный собор и бесконечные лабиринты синей дыры. Правда, многие исследователи в это не верят. Они считают, подводный храмовый комплекс не может быть творением природы. Ведь его многочисленные колонны расположены так, что свод пещеры не обрушился под толщей воды даже спустя несколько тысячелетий. Другими словами, каменные столбы настолько крепко держат потолок, будто место для них выбирал опытный архитектор. Мало того, ученые утверждают, сеть подводных коридоров и пещер в синей дыре слишком хорошо спланирована, чтобы быть случайностью. Все туннели соединяются друг с другом, как в настоящих катакомбах. Природа создать такого не могла, а значит, это рукотворные сооружения. Основываясь на этой версии, исследователи пришли к выводу, город-лабиринт построила неизвестная нам подводная цивилизация. Одна из версий, что эти дыры были сделаны некими разумными существами, что на дне мирового океана может существовать разумная, высокотехнологичная жизнь, более совершенная, чем наша человеческая. Гипотезу о том, что нашу планету 12 тысяч лет назад могла населять какая-то древняя народность, которая умела жить и на суше, и под водой, впервые выдвинул американский биолог и натуралист Айвин Сандерсон еще в середине 60-х годов. Его теория основана на том, что раз в мировом океане есть пищевые ресурсы, полезные ископаемые и комфортные условия для биологического существования, то было бы странно природе матушки оставлять такое огромное и удобное пространство безразумной жизни. К тому же анализ древних форм жизни, которые провел американский ученый, привел к поразительному результату. Все доисторические существа, населявшие Землю, вначале научились извлекать кислород из воды, а уж потом дышать на суше. Более того, даже эмбрион современного человека, как известно, на ранней стадии развития имеет жабры. То есть, по теории американского биолога Айвена Сандерсона, получается, что древние человекообразные существа не только могли, но и обязаны были жить в двух стихиях на суше и на море. Надо сказать, что при всей фантастичности этой гипотезы она имеет много сторонников в научном мире. Вообще говоря, человек должен быть предрасположен к водной среде. Об этом говорил еще в своей теории Айвен Сандерсон. Это довольно логично. Вспомните хотя бы, что еще в утробе матери зародыш пребывает в жидкой среде и жидкостью заполнены даже его легкие. То, что нашими предками вполне могли быть высокоразвитые существа амфибии, доказывает еще один подводный город в озере Титикака. Оно находится высоко в Андах на границе Перу и Боливии на высоте четырех километров над уровнем моря. На озере вот на таких плавучих островах живут индейцы племени Уру. Это потомки древней цивилизации, обитавшей здесь еще за восемь тысяч лет до нашей эры. У индейцев племени Уру существует легенда, что на дне озера Титикака находится загадочный подводный город древних богов. В 1968 году в гостях у индейцев Уру побывал знаменитый путешественник Жак-Ив Кусто. Услышав легенду о подводном городе, исследователь тут же решил проверить ее достоверность. Вы видите кадры подводной экспедиции Кусто на Титикаке. Несколько месяцев ученые метр за метром исследовали дно озера, надеясь отыскать древний подводный город. Однако ничего необычного экспедиция не обнаружила. А Жак-Ив Кусто объявил, что индейская легенда всего лишь вымысел. После такого заявления поиски подводного города ученые прекратили на несколько десятилетий. Но недавно в район озера Титикаке отправилась группа итальянских археологов. Они планировали исследовать подводных обитателей озера. Каково было изумление ученых, когда совершенно случайно они наткнулись на древний подводный город. Взгляните, вот эти кадры. Подводная терраса из камней, а это стена здания. Получается, что древняя индейская легенда не миф и не вымысел. И загадочный подводный город существовал на самом деле. Но кто мог его построить? Ведь примерный возраст древних останков 6 тысяч лет. Они старше знаменитых египетских пирамид. Обследовав древние руины, ученые не нашли признаков сейсмической активности, из-за которой город мог опуститься на дно озера. Но тогда как объяснить эту древнюю подводную жизнь? Впрочем, следующая экспедиция археологов дала еще более поразительные результаты. Взгляните, это самая большая загадка, найденная на дне Китикаки. Вытесанная из камня скульптура в виде человеческой головы. Присмотритесь внимательно. Точно такое же изображение находится в 19 километрах от озера Титикака, на руинах древнего города Тиуанака, возраст которого более трех с половиной тысяч лет. В Тиуанака сохранилась не только голова скульптуры, но и ее туловище. Если внимательно присмотреться, то станет понятна необычная деталь. Туловище от пояса и ниже скрыто орнаментом в виде рыбьей чешуи. Чтобы подчеркнуть этот факт, скульптор даже придал отдельным чешуйкам вид стилизованных рыбьих головок. По мнению некоторых экспертов, это не художественный вымысел. Древний мастер действительно изобразил неизвестных нам, но реально живших существ. Полурыб, полулюдей. Мы находим историю о том, что какое-то существо вышло из воды на землю, трансформировалось в человека из рыбы, которой ему приходилось быть, находясь под водой. И вот он вышел из воды, ступил на нее, принял форму человека, стал представителем цивилизованного человечества, рассказал людям об астрономии и различных других науках. Если на минуту допустить, что такая версия возможна, это будет переворотом в представлении об эволюции. Получается, что Итиуанака и подводный город на дне озера Титикака могли построить представители неизвестной подводной цивилизации. Некие люди-амфибии, которые в древности могли жить и на земле, и под водой. И эта цивилизация, если она на самом деле существовала, была высоко развитой. Ведь среди останков подводного города на дне озера Титикака найдены следы древней дороги, террас, стен. Правда, они плохо сохранились под водой. А в Итиуанака эта же неизвестная цивилизация возвела храмы и пирамиды. Блоки в стене сложены так, что нацелены на различные созвездия и позволяют точно определять время равноденствий и солнцестояний. Стена является своего рода солнечно-лунным календарем. Однако большинство ученых с подобной версией не согласны. Они утверждают, никаких людей-амфибий в природе не существовало. Это народные сказки и легенды. Древний комплекс Тиуанака построили давние предки современных индейцев, живущих в Ангаре. А подводный город озера Титикака в древности располагался не в глубине, а на берегу озера и был затоплен в результате природных катаклизмов. Город под водой изначально строиться никак не мог. Это понятно. Город мог уйти под воду в одном единственном случае. Природный катаклизм. Примеров в истории достаточное количество, в том числе и на территории нашей страны. Землетрясение. Родина Эхтиандров. Откуда прилетели люди-амфибии на Землю? Планет, если и найдено, то по пальцам одной руки можно пересчитать. Почему наши древние предки были гораздо умнее нас? или из моря на сушу, чтобы направлять наше развитие? Неужели индейцы майя выходили в открытый космос? Там есть четко запечатлены люди в скафандрах. Действительно, поверить в существование древних людей-амфибий непросто. Но почему тогда в легендах разных народов, которые находятся на разных материках планеты и ударены друг от друга на огромные расстояния, существуют практически идентичные легенды о подводных богах, полулюдях, полурыбах. Более того, помимо устных рассказов об этих существах, в разных частях планеты ученые находят древние изображения. Например, вот здесь. На руинах древнего персидского города Пасаргады, на территории современного Ирана. Это одно из самых древних на Земле изображений человека-амфибии. Полурыба, получеловек. Таким для древних персов было древнее божество Оанес. Конечно, современная археология трактует это изображение исключительно как иллюстрацию древних легенд. Но некоторые независимые эксперты предполагают, древние люди рисовали, что называется, с натуры. То, что видели. То, с чем действительно столкнулись. А значит, неизвестные нам амфибии в древности могли существовать на Земле. Есть предположение, что в какой-то период времени разумные существа выходили из моря на сушу, чтобы направлять наше развитие. Откуда они выходили, неизвестно. Они никогда не рассказывали, откуда они приходят. И являлись они представителями внеземных цивилизаций или затерянной земной цивилизацией это пока неизвестно. Официальная наука отрицает гипотезу существования подводной разумной жизни, и я готов с этим согласиться. Но при этом наука не может объяснить простой факт, почему в разных источниках, написанных в самых отдаленных точках планеты примерно в одно и то же время, древние авторы, как будто сговорившись, описывают разумных существ, которые жили на суше и на море. Причем эти описания похожи до деталей. Они называют их богами. Ладно, готов согласиться, боги здесь ни при чем. Но кто объяснит такие невероятные совпадения? Летописцы из Индии, Египта, Америки, Сибири. Они что, утверждали свои литературные образы на съезде древних писателей? Кстати, особенно интересные описания людей-амфибий можно прочитать в древнеиндийской летописи Махабхарада. Там вообще рассказывается о существовании целого подводного народа Данавов, численность которых достигала трех миллионов человек. И такие описания не единственные. Карельские легенды описывают озерного жителя. Существо ростом чуть больше метра, худощавого сложения с тонкими длинными руками, которые почти достигают до земли. На руках по четыре пальца, соединенных перепонками. В стране восходящего солнца Японии в древних летописях пишут о камышовом человеке, который живет под водой. На его руках и ногах имеются тоже перепонки, а кожа покрыта чешуей. В древнем шумере 6000 лет назад легенды говорят, что из моря появился человек, вроде похожий, голова человека, а сверху еще голова рыбы у него. А внизу ноги и есть покрыт чешуей. Вот такое существо. На сегодняшний день гипотеза о человеке-амфибии остается недоказанной. Но кто знает, возможно, в будущем ученые выяснят всю правду об этих существах. И подтвердится еще одна индейская легенда, где говорится, что бог солнца Леракоча вышел из озера Титикака на сушу и основал на земле первую цивилизацию. И это будет не вымысел, а научный факт. Ведь до недавнего времени и существование загадочного подводного города на дне Титикаки считалось легендой, пока ученые не наткнулись на останки подводных построек. Официальной науке пока сложно признать, что на земле могла существовать столь древняя цивилизация, которой 12 тысяч лет. И уж тем более, что это была цивилизация весьма умных людей-амфибий, которые могли строить дороги, дома, города. Удивительно. Но многие ученые считают, что люди-амфибий могли быть совсем не людьми, приспособившимися к постоянным потопам на нашей планете, а вообще представителями высокоразвитых цивилизаций с других планет. По словам астрофизикам, пришельцы могли прилететь, например, с Энцеладом. Это шестое по величине из 62 известных науки спутников Сатурна. Взгляните, Энцелад покрывают горы и равнины, подобные земным. Только состоят они полностью из-за льда. Но самое интересное, под ледяной коркой Энцелада, где вечный космический холод достигает почти минус 200 градусов по Цельсию, скрывается жидкий соленый океан. Океан не просто вода, но вода, соленая вода, сильно газирована и с достаточно большим количеством различных химических соединений, дополнительных химических соединений. И это, конечно, потрясающий интерес вызывает в научном мире и не только в научном мире, потому что по большому счету это вот первый объект, на котором мы видим жидкую воду в нашей Солнечной системе, наша Земля, наши океаны, собственно, и жизнь и так далее, и так далее, что возникло. И вот следующий объект, это по-видимому Энцелад. По мнению исследователей, тепло и жидкая вода на Энцеладе создают идеальные условия для зарождения и существования жизни. Но еще лучшее условие для живых существ на экзопланете Кеплер-22би, Ученые уже прозвали ее близнецом Земли. Сутки здесь длятся всего на 47 минут дольше, чем на нашей планете. А год немного короче. Вместо 365 в нем 290 дней. Поэтому смена времен года происходит быстрее. Зима, весна, лето и осень чередуются на экзопланете чаще, чем на Земле. У планеты период обращения вокруг собственной звезды схож с нашим. Также на планете происходит смена времен года. Зима, лето, весна, осень, как и на нашей планете. Это говорит о том, что планета очень похожа на нашу Землю. Но главное, как и Земля, Кеплер расположен прямо в середине так называемой зоны обитания. То есть планета находится на оптимальном удалении от Солнца. Это значит, на ней не очень жарко и не слишком холодно. По расчетам астрофизика, средняя температура на Кеплере около 30 градусов тепла по Цельсию. А это дает практически стопроцентную гарантию того, что неограниченные запасы воды могут занимать больше половины площади экзопланеты. Там, в принципе, температура может быть от 0 до 100 градусов, то есть там, где существует жидкая вода. Это уже сейчас достаточно для того, чтобы вызвать большую сенсацию, поскольку таких планет, если и найдено, то по пальцам одной руки можно пересчитать. Таким образом, ученые утверждают, раз на планете Кеплер действительно есть вода, то эта планета вполне может оказаться обитаемой. Мало того, у этой живой планеты есть еще одно важное условие для существования жизни, хоть и слабая, но атмосфера. А вот это уже сенсация, потому что в этом случае по всем законам на Кеплере могут жить не только примитивные микроорганизмы, но и высокоразвитая цивилизация. Есть ли какие-то формы жизни? На водных планетах Энцелад и Кеплер А сейчас нам еще только предстоит выяснить. Но одно не вызывает сомнений. Когда-то на них точно была разумная жизнь. Но вероятнее всего в древности на планеты обрушился какой-то космический катаклизм. И внеземным подводным обитателям пришлось искать себе новый дом. Возможно, именно тогда они переселились на Землю и стали обживать наши водоемы. Скорее всего, жители этих водных планет пережили какую-то страшную катастрофу. Это могло быть падение крупного метеорита или вообще взрыв сверхновой поблизости. Конечно, в этом случае им ничего больше не оставалось, как найти новое место обитания. Видимо, потому, что наша планета богата океанами, она и подошла им идеально. однако, по словам исследователей, переселяться на Землю в древности могли не только пришельцы-амфибии, но и сухопутные инопланетные существа. В подтверждение этой версии ученые приводят разные древние легенды. Например, предания африканского племени рассказывают о переселении их предков на нашу планету из звездной системы Сириуса и прилете живых существ в крутящемся ковчеге. Подобное предание таинственных пришельцев, некогда спустившихся с небес на землю и научивших людей различным премудростям есть и у других народов. В бескрайних джунглях Южной Америки на территории Бразилии живет небольшое племя индейцев Каяпа. Еще в 1952 году экспедиция английских ученых, побывавших в тех краях, отметила необычный религиозный культ аборигенов. Индейцы верили в некое загадочное существо по имени Балкарарати. Он спустился в их деревню с небес и научил жителей считать, показал, как залечивать раны и усовершенствовал способы охоты. Согласитесь, трудно представить, что люди, жившие на разных континентах, слагали одинаковые легенды, основанные только на фантазии. Этому может быть лишь одно объяснение. Легенды имеют правдивую основу, то есть повествуют о том, что наши древние предки наблюдали своими глазами. Подобные рассуждения ученых, конечно, могут показаться фантастикой, но только на первый взгляд. Ведь если древние люди не контактировали с более развитой цивилизацией пришельцев, то как тогда объяснить находку, сделанную археологами во время раскопок в древнем городе Поленке? Эта мумия хранилась в так называемом храме надписей, в специальной гробнице. Поначалу археологи думали, что это знатный представитель племени Майя, возможно, даже правитель. Но исследования показали, странное существо сильно отличается от всех своих соплеменников. Его зубы не окрашены в красный цвет, как у любой мумии знатного представителя Майя. К тому же на лице у него специальная маска, изготовленная из кусочков полудрагоценного камня. Такие маски ни разу не обнаруживали при раскопках городов Майя. Но самое поразительное это рост существа. Он больше двух с половиной метров. Это почти на целый метр больше, чем рост среднего индейца Майя. Ученые выдвинули версию, что останки могут принадлежать представителю иной цивилизации. Он действительно очень сильно отличался от местных жителей. Во-первых, внушительным ростом. Среди коренных индейцев таких высоких людей не было. Есть и другие явные отличия. Например, глазницы у мумии миндалевидной формы. Не как у человека, а скорее как у гуманоида. Ученые-антропологи в инопланетном происхождении человека-монстра сомневаются. Они считают, странное существо это мутант, страдавший каким-нибудь необычным генетическим заболеванием. Ведь мутации происходили во все времена, причем в разных местах нашей планеты. Возможно, это действительно так. И странная мумия обычный представитель племени майя, гены которого мутировали по неизвестной причине. Но тогда как объяснить странный рисунок на верхней плите его древней гробницы? Посмотрите, это ведь довольно подробный рисунок современного космического корабля. Его носовая часть сделана в виде обтекаемой формы, как у современных ракет. Внутри него сидит космонавт и держится за рычаги управления. На голове у него шлем с дыхательной трубкой. А в хвостовой части этого космического корабля изображен даже огненный след. Точно такой же, какой бывает при запуске современных ракет с реактивным двигателем. По мнению исследователей, этот рисунок не что иное, как древняя фотография приземления пришельца. Как увидели его древние люди, так и изобразили. Если мы возьмем, например, храм Майя Чеченеца, там есть четко запечатлены люди в скафандрах. То есть, человек, при всей его богатой фантазии, никогда бы не смог нарисовать пришельца в наушниках, в очках, в скафандре с молнией, с застежкой молнии. И сзади у него был летательный аппарат находился, индивидуальный летательный аппарат. Для кого предназначались древние космодромы? С высоты Наска выглядит словно аэропорт. Запретная археология. Откуда нашим предкам были известны современные технологии? Масса фактов, предметов, которые показывают, что, да, древние люди обладали серьезными технологиями. Волги, спустившиеся с небес. Кто они? древние люди пытались повторить мир богов на земле. В том, что в древности землю посещали гости с других планет, многие ученые даже не сомневаются. Мало того, они утверждают, им известны места, где приземлялись космические корабли пришельца. Одно из них находится в пустыне Наска на юге Перу. Посмотрите, как пустыня выглядит с высоты птичьего полета. Она буквально вся исчерчена странными линиями. А в некоторых местах эти линии вообще складываются в причудливые изображения гигантских животных. Обезьян, ящериц, собак. Сначала ученые решили, геоглифы, именно так археологи назвали странные линии на плато дело рук племени Инка, которые поселили здесь в 7 веке. Но уже через год стало понятно, что это не так. Лабораторные исследования показали странным рисункам больше двух тысяч лет. А значит, созданы они были задолго до того, как в пустыне появились первые Инки. Кажется очевидным, что Инки никак не могли создать рисунки в Наске. Ведь археологи уже точно установили, индейцы поселились здесь намного позже появления загадочных линий. Тогда кто их нарисовал? Официальная наука молчит. Правдоподобной версии у ученых нет, а фантастическую они поддержать не могут. Надо сказать, что древние люди порой совершали поступки, которые объяснить довольно трудно, а порой невозможно. И это является предметом большого интереса ученых. Например, даже если предположить, что рисунки и линии на каменном плато создавали древние люди с помощью примитивных моты, то встает другой вопрос. Зачем им понадобилось изображать настолько огромные фигуры птиц и мартышек? Ведь увидеть эти произведения доисторических художников с земли невозможно. На кого был рассчитан этот мартышкин труд? Оригинальное объяснение этих странностей древнего мира выдвинул известный швейцарский археолог и переводчик библейских текстов Эрик фон Деникер. Вот как в его изложении выглядит эта гипотеза. С высоты Наска выглядит словно аэропорт. Заметьте, я не утверждаю, что это точно аэропорт, но представьте, над землей кружит космический корабль. За спиной у его экипажа долгое путешествие. Астронавтам нужна энергия, сырье, минералы, золото, уран или еще что-то. Главный корабль делает замер и выясняется, что там, где сегодня расположена Наска, есть запасы. Они посылают туда корабль-робот. Он бурит пару отверстий и улетает обратно. Но несколько аборигенов видели его и подумали, что это нечто божественное, а их священники истолковали это как божий знак. Они ждали, что боги спустятся к ним снова, но боги больше не приходили. Потом аборигены подумали, что сделали что-то не так и решили, что следует подать богам сигнал. Мы здесь, мы видели ваши знаки и аборигены начали рисовать на земле гигантские фигуры, рыб, птиц, обезьян, пауков, для богов. Такие крупные, чтобы боги могли заметить их с неба. Мало кому известно, что плато Наска не единственный комплекс с гигантскими изображениями на нем. Всего в 30 километрах к северу от пустыни находится плато Пампа-Пальпа. Здесь тоже находится огромное число гигантских геоглифов, которые можно рассмотреть только с борта самолета. Существует масса теорий на этот счет, но во всех есть какое-то противоречие. Кто-то назвал это античными олимпийскими сооружениями, но там есть дорожки, которые упираются в горы и поднимаются резко вверх. Значит, спортсмены должны были взлетать, что ли? Это бессмыслица. Говорят, что это были маршруты процессий, но как пользоваться этими схемами, находясь на земле, если их можно обозреть только с воздуха? Опять бессмыслица. Это имело бы смысл только в том случае, если бы это было создано для кого-то, кто либо мог видеть сверху с высоты птичьего полета, либо вообще прилетел с небес. Но исследователи сюда привлекают совсем незагадочные линии и рисунки. У плато Бампа Бальпа очень необычный рельеф. Оно все состоит из множества невысоких холмов. Но среди них выделяется одна вершина. Она абсолютно плоская. Самое необъяснимое нигде нет обломков вершины. Они словно испарились. Вместо вершины горы там будто посадочная полоса. Идеально ровная и прямая. На ней даже видны следы от посадки космических звездолетов. можно также предположить что фигуры животных это своеобразные маяки. По мнению ученых все эти артефакты говорят об одном. В далеком прошлом на землю действительно прилетали пришельцы с других планет которые передали нашим предкам свои высокоразвитые технологии и знания. Иначе как объяснить что в древности люди делали много такого до чего додуматься сами просто не смогли бы. Посмотрите внимательно на эти кадры. Это храм Анкор Вар. Он находится в Камбодже. Этот храм самый большой из всех когда-либо созданных человечеством. И самое крупное культовое сооружение на земле. В это трудно поверить но ему больше тысячи лет. Храм Анкор поражает размером. Он находится прямо в джунглях и занимает 200 гектаров. В длину храмовый комплекс достигает 30 километров а в ширину 10. Высота центральной башни 42 метра. Почти с 15 этажный дом. Но самое удивительное что такое невероятное сооружение десятки веков назад удалось построить без помощи цемента и какой-либо техники. Что самое интересное никакого цемента при их создании не использовалось. Они строились по типу того как строятся многие мегалитические сооружения по типу замков которые вставлялись одни блоки в других то есть прямоугольные стены одни вложены как бы в другие и они расположены строго по сторонам света. Ученым удалось подсчитать сколько потребовалось строительного материала на строительство храма. Гигантский комплекс состоит из 10 миллионов каменных плит. При этом вес каждый достигает полторы тонны. Долгое время ученые не могли понять как неподъемные каменные плиты доставляли к храму. Ведь специальной строительной техники тысячи лет назад просто не существовало. Но недавно японские ученые нашли древние каналы, которые когда-то строители храма прорыли специально. Именно по этим каналам, по мнению некоторых исследователей, камни доставляли к комплексу. Камни, которые использовались для строительства анкор-вата, доставлялись по специальным каналам или волокам. И соответственно, в этом процессе участвовали тысячи и десятки тысяч людей. Однако с версией, что древние люди доставляли блоки от каменоломни к месту строительства по воде, согласны далеко не все археологи. Исследователи подсчитали, что для строительства анкор-вата даже в современных условиях потребовалось бы не менее трехсот лет. Однако в древности масштабная стройка была завершена в рекордно короткие сроки. Всего за 3-4 десятилетия. Как тысячу лет назад древним мастерам удалось построить такой храм за такое время. Это говорит о том, что хмерская цивилизация по отношению к европейской была достаточно развитая. Это не говорит о том, что они, конечно, были какие-то сверхлюди, которые обладали какими-то способностями большими, но цивилизация была развитая, жила совершенно по другим принципом. И оно, в общем-то, опередило на несколько, по крайней мере, столетий европейскую цивилизацию в своем развитии. Поражает в Ангкор в Атее место, выбранное для его строительства. Взгляните, храм буквально стоит, а точнее, балансирует на воде. Каким образом 10 веков назад и в такой непроходимой местности людям удалось не просто заложить фундамент, а возвести такое сложное архитектурное сооружение. Некоторые ученые предполагают, что в далеком прошлом Землю посещали представители других планет, более могущественные и высокоразвитые, и именно благодаря тому, что они поделились своими знаниями с древними землянами, наша цивилизация прогрессировала. При этом сами древние люди считали инопланетных пришельцев богами, спустившимися с небес. Судя по всему, древние люди пытались повторить мир богов на Земле, как это в свое время пытался сделать древний Египет, потому что вот такое копирование на Земле, воспроизведение храмов, которые копировали бы мир богов и обожествление правителя Верховного, причем тотальное обожествление, когда к нему относились как к Богу, то можно сказать, что это вот попытка приблизить людей к богам. По словам ученых, в мире существует огромное какое-то это должно быть А в мире зависит это все у Ş Продолжение следует... ...выдвинули версию о том, что древний памятник сделан из метеоритного железа, ведь оно практически не поддается коррозии. Такое, в принципе, возможно. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи взяли образцы таинственного металла и провели его физико-химический анализ. Результаты, полученные в лаборатории, стали настоящей сенсацией. Древняя колонна оказалась сделана из чистейшего железа. В нем практически нет никаких примесей. По словам экспертов, такой безупречный металл трудно получить даже в современных печах. 99,72% чистого железа. Но и это еще не все. Даже если предположить, что у древних мастеров получилось создать химически чистое железо, то как в IV веке им удалось отлить металлическую колонну высотой 7 метров? Ведь даже в наше время только четыре сталелитейных завода в мире способны произвести такой большой кусок железа. По мнению некоторых ученых, создать такой столб индийские кузнецы могли только с помощью ковки. Правда, для этого все племя в течение нескольких сотен лет должно было рубить лес на древесный уголь для костров и при этом без перерыва стучать молотами по раскаленному металлу, чтобы придать ему нужную форму. В такой способ обработки железа можно было бы поверить, если бы не одно «но». Исследователи совсем не обнаружили в колонне следов ковки. Да, конечно, в справочниках написано, что якобы эту колонну делали методом ковки и одновременно сварки. Спрашивается, а могли ли вот индусы, мы просто об этом пока ничего не знаем, могли ли индусы, скажем, древние, располагать таким мощным металлургическим оборудованием и, главное, механическим оборудованием, чтобы потом эту колонну отшлифовать? И все же, как древние люди смогли отлить железный столб целиком? По одной из версий, для создания кутубовой колонны индийские мастера могли использовать устройства наподобие современных доменных печей. Однако раскопки в Лаукоте эту гипотезу не подтвердили. Археологам не удалось обнаружить руины, даже отдаленно напоминающие металлургический завод. По словам ученых, это значит только одно. Древние люди, живущие в 4 веке, обладали такими знаниями по обработке металла, о которых мы в 21-м столетии, возможно, даже не догадываемся. Масса фактов, да, и предметов, которые показывают то, что, да, древние люди обладали серьезными технологиями, скажем так, уровня нашего, да, и превышающие наш уровень. Как на самом деле строили Стоунхенш? Это делали какие-то другие существа. Другими существами, я считаю, могут быть только космические пришельцы. Какими знаниями обладало древнее человечество? Древние люди знали о космосе и о далеких планетах не меньше современных астрономов. И какое открытие сделали современные ученые с помощью древних астрономов? Они знали невероятно много о строении Солнечной системы и о планетах по отдельности. Однако, по словам археологов, у Тубова колонна далеко не единственный древний артефакт, происхождение которого ничем, кроме как визитом представителей инопланетных цивилизаций, объяснить нельзя. Например, неразгаданной до сих пор остается загадка Аркнейских островов. Они расположены у северного побережья Шотландии и считаются одними из самых красивых в Северном море. На них богатая растительность, скалистые берега и лазурное море. Однако неприродное богатство островов привлекают сюда сотни туристов каждый день. Главная достопримечательность Аркнейского архипелага – это древние памятники, которые расположены на острове Мейнланд. Именно здесь находится знаменитый на весь мир Круг Бродгара. Это кромлик, то есть цепь камней, выстроенных в круг. Вокруг этого сооружения ходит множество легенд. Но о настоящее его предназначение не знает никто. Ученые только задаются вопросами. Кто построил Круг Бродгара? Зачем это было сделано? И главное, какие функции выполняло это сооружение в древности? Вот так выглядит Круг Бродгара с высоты птичьего полета. Он представляет из себя окружность – ров, выкопанный в земле. На дне этого рва по всей его длине установлены 27 камней. Правда, изначально их было намного больше – 60. Но куда подевалась большая часть из них, не знает никто. Исследователи утверждают, что с ними могло произойти все, что угодно. Ведь Круг Бродгара был построен очень давно – около 4 тысяч лет назад. Возраст этого памятника вычислили довольно просто. На самом дне были обнаружены остатки древнего кострища, который остался от древних строителей. Вот эти угольки и отправили на экспертизу. Сделав радиоуглеродный анализ находки, ученые пришли к выводу, что древний памятник относится к середине третьего тысячелетия до нашей эры. В то время на острове жили древние племена. Именно они и поставили этот памятник. Допустим, Круг Бродгара действительно был своеобразным храмом у древних людей. И сюда они приходили, чтобы совершать ритуальные обряды. Но почему они выбрали такую форму строения? Почему не соорудили обычное здание? Ведь построить Круг из огромных камней было намного сложнее. Скорее всего, на эти работы у древних людей ушел не один десяток лет. Потратить столько времени на постройку обычного храма древние люди просто не могли, считают некоторые исследователи. Они уверены, это строение несет в себе абсолютно другой смысл и имеет намного больше функций. К этому выводу исследователи пришли, когда изобразили на бумаге схему постройки Круга Бродгара и показали ее астрономам. Выяснилось, что камни выстроены по кругу в определенной последовательности. Они ориентированы на Солнце и некоторые созвездия. Это позволило исследователям сделать вывод. Круг Бродгара – ничто иное, как древняя обсерватория. С помощью этого строения древние люди следили за космическими событиями. Эта обсерватория очень уникальна, так как она служила не только для наблюдения и фиксирования тех событий, которые происходили в космосе, но также занималась некими астрологическими прогнозами, которые помогали цивилизации Майя предсказывать некоторые события, вплоть до моментов в течение года, когда происходит засуха или ливневые дожди. Звучит как фантастика, но похожие на круг Бродгара сооружения разбросаны буквально по всем континентам нашей планеты. Вот одно из них – Гобекле-Тепе. Оно расположено в Турции, и его возраст составляет примерно 11,5 тысяч лет. А вот еще одно подобное строение – Гараунж. Оно находится в Армении, и ему уже 7 тысяч лет. Но что самое невероятное, оба эти сооружения не только имеют одинаковую форму и построены из огромных мегалитов, но и одинаково ориентированы по Солнцу. Неужели это действительно были первые земные обсерватории? Откуда у древних людей могли быть знания по астрономии? И что они хотели увидеть в космосе? Это, конечно, звучит как нечто за гранью фантастики. Но, по мнению многих археологов, древние люди знали о космосе и о далеких планетах не меньше современных астрономов. Откуда они могли это знать? Уже отдельный вопрос. Единого мнения, по которому пока не о том, что потрясающим воображение. Современные ученые тоже умеют прогнозировать и изменения на Солнце, и появление кометы рядом с Землей. Но у нас для этого есть мощные телескопы и другая техника для наблюдения. Как в древности люди обходились без этого и строили настолько точные прогнозы, уму непостижимо. Но кто мог построить таинственный Стоунхедж? Наука утверждает, это сделали первобытные люди, которые жили в то время на территории современной Великобритании. Они перетягивали камни по земле километр за километром в течение нескольких десятилетий. Так же, как и древние египтяне, строители пирамид. Парадокс только заключается в том, что современные инженеры, пытаясь повторить опыт древних строителей, так и не смогли это сделать на практике. Не получается перетаскивать камни такой тяжести, не получается поднимать их на такую высоту, не получается укладывать их с такой точностью. Но неужели же древний человек был умнее современного инженера? Некоторые исследователи считают, для того, чтобы построить этот огромный каменный комплекс самостоятельно, древним людям потребовалось бы не десятилетия, а века. По их словам, скорее всего, Стоунхендж действительно построили древние люди, но не сами. Им помогли это сделать инопланетные пришельцы. Именно они подарили древним людям знания о космосе, невероятные технологии строительства, и помогли создать обсерваторию на Земле. Мало того, некоторые исследователи полагают, что с помощью инопланетных технологий древние люди построили космические корабли и могли сами выходить в космос и изучать не только Солнечную систему, но и всю Вселенную. Вполне возможно, древние люди совершали космические полеты. Ведь если посудить, они знали невероятно много о строении Солнечной системы и о планетах по отдельности. Одних только наблюдений с Земли для таких глубоких знаний было явно недостаточно. По словам исследователей, контакты с внеземной цивилизацией поддерживали и древние майя. Об этом свидетельствует вот этот любопытный артефакт хрустальный череп судьбы. Его обнаружил археолог Фредерик Митчелл Хеджинс еще в 1927 году в древнем городе Луба-Анту. Необычная археологическая находка сразу же стала настоящей сенсацией. Сюда начали съезжаться самые известные на планете археологи, геологи и антропологи. После необходимых исследований ученые выдвинули гипотезу. Хрустальный череп судьбы сделали представители племени майя, которые в древности жили в этих местах. Для этого они якобы использовали какую-то особую технологию шлифовки. Ее же они применяли, когда делали статуэтки и посуду из камня. Сначала выдалбливали нужную форму, а затем шлифовали ее, чтобы сгладить углы. Именно так, по мнению некоторых ученых, был сделан и хрустальный череп судьбы. Возможно, единственный только способ обработки – это только абразивным порошком. То есть это берется кусок горного хрусталя и педантично, по средним подсчетам, в течение 150 лет, для того, чтобы сделать этот череп, надо его как наждачной шкуркой современной обрабатывать. Это единственный способ. Но как майя могли сделать череп судьбы вручную? Ведь хрусталь – очень плотный материал. В шкале твердости минералов он стоит почти на самом верху. Его плотность – 7 по 10-бальной шкале. Тверже хрусталя только топаз и алмаз. И чтобы идеально отшлифовать хрустальный череп, мастерам индейского племени майя потребовались бы именно эти минералы. Но у майя их не было. Это научно доказанный факт. Ученым не удалось найти ни одного месторождения алмазов или топазов в тех местах, где жили их племена. Но даже если предположить, что редкие минералы у племени майя все-таки были, то все равно им было бы не под силу изготовить хрустальный череп вручную. Это практически невозможно. Ведь на это пришлось бы потратить не меньше 300 лет. За это время сменилось бы несколько поколений мастеров, которые работали над созданием уникального черепа. Неужели ни один из них ни разу не ошибся и неосторожным движением не сколол бы хоть маленький кусочек хрусталя? Ведь горный хрусталь очень хрупкий. Его легко повредить. Тем более при обработке такого массивного куска весом в 5 килограммов. Ну, отшлифовать еще сто лет назад никто не мог такой череп, как Митчел Хеджес. И сейчас его невозможно отшлифовать, потому что из-за этого сростков трех разных элементов этого хрусталя он мгновенно рассыпется на части. Ну, вот, тем не менее, ученые предпочитают о шлифовке серьезно не говорить. Потому что шлифовка, ее всегда можно подделать и выдать современную шлифовку за древнюю. Несколько лет назад ученые решили провести эксперимент и сделать современную копию хрустального черепа. Они взяли кусок горного хрусталя весом в 5 килограммов, точно такой же, из которого был изготовлен загадочный череп судьбы, и обработали его на станке по образцу. Получился еще один череп. Но когда оба хрустальных изделия отдали на экспертизу, выяснилось удивительное. Древний череп оказался сделан намного чище. На нем почти незаметны были следы шлифовки. В отличие от подделки, изготовленной на специальном станке, у которой четко просматриваются следы лазерной обработки. Как индейцы, которые не знали, даже колеса могли сделать такую тонкую работу? Откуда у племени Майя взялись технологии, которых нет даже сегодня? Некоторые исследователи считают, все дело в том, что Майя имели контакты с более развитой цивилизацией. И, возможно, именно она передала древним индейцам уникальные технологии. Это делали какие-то другие существа. Вернее, с применением технологий других существ. Другими существами, я считаю, могут быть только космические пришельцы. Об этом всегда говорили и Майя, и Инки, и Альмеки. О том, что есть небесные боги, которые их учили своим знаниям. Древние высокоразвитые цивилизации на нашей планете. Правда или миф? Человек разумный на Земле появился, возможно, гораздо раньше, чем мы можем себе это представить. Правда ли, что наши предки умели то, чему мы только начинаем учиться? Такие технологии, как багдадская батарейка, это не единственная всемирно известная находка археологов, происхождение которой наука объяснить не в силах. Куда исчезла раса древних высокоразвитых существ? Цивилизация погибла в результате глобальной катастрофы. Свидетельством того, что инопланетные цивилизации и в самом деле могли посещать континенты Америки, исследователи считают и камни Ики. Их тоже нашли неподалеку от тех мест, где жили эти индейские племена. Вот они. Первым эти удивительные камни обнаружил ученый Хавьер Кабрера в 1966 году. За полвека археологических раскопок ему удалось собрать целую коллекцию из нескольких тысяч таких камней. Все они разные по размеру и даже немного отличаются по цвету. Но их объединяют странные изображения. На черном фоне словно вырезаны рисунки. Причем по цвету они светлее самих камней. Черные гладкие камни, на которых выцарапаны очень странные картины и узоры. На некоторых из них видны динозавры, животные типа саблезубых тигров, мамонты. Обнаружены, показаны сцены, которые просто невозможны. Какие-то хирургические операции очень сложные. Но самое невероятное – это смысл изображений. На камнях выполнены рисунки на одну тему, которые, выстраиваясь в строгой последовательности, словно раскрывают какой-то сюжет. Например, хирургическую операцию. На нескольких камнях изображен хирург, который использует современные инструменты. Скальпель, зажим, иглу и даже нечто напоминающее рентгеновский аппарат. Но как древние майя могли изобразить на камнях то, чего у них никогда не было? Я верю, что такие знания были переданы. Они были необходимы человечеству для выживания. И то, что они находятся среди рисунков этих камней Ики, меня ничуть не удивляет. Исследователи считают, камни Ики – это настоящее учебное пособие. И создали его представители внеземных цивилизаций. С помощью этих камней они пытались научить древних людей проводить хирургические операции. Именно поэтому изображения на камнях складываются в настоящие сюжеты. Если эти камни разложить в определенной последовательности, они действительно выстраиваются в некую историческую летопись. На них изображены современные операции, какие-то технические средства, на них изображены и летательные аппараты, чего, естественно, не было в те времена, по мнению современной науки. Если с точки зрения официальной науки, 2000 лет назад человек умел делать лишь несложные вычисления, грубо обрабатывать металл, да из огромных валунов складывать пирамиды, то как объяснить вот этот странный предмет, хранящийся в Багдадском историческом музее? Археологи нашли его в 1936 году. По мнению ученых, это не что иное, как самая древняя электрическая батарейка в мире. Но разве такое возможно с точки зрения классической науки? Ведь находка датируется примерно 250-м годом до нашей эры. Батарейка представляет из себя 13-сантиметровый сосуд, внутри которого располагается медный цилиндр с железным стержнем. По своему устройству этот сосуд практически полностью копирует химический прибор для получения электрического тока, созданного в начале 19 века первооткрывателем электричества Александром Вольтом. В 1947 году это подтвердил американский физик Уиллард Грей, который сделал точную копию найденного в Багдаде артефакта. В качестве электролита он использовал сульфат меди, и ему удалось получить электрический топ. Получается, еще в третьем веке до нашей эры древний человек знал электричество. Возможно ли это? Такие технологии, как багдадская батарейка, это не единственная всемирно известная находка археологов, происхождение которой наука объяснить не в силах. Существует множество артефактов, которые убеждают в том, что человек разумный на Земле появился, возможно, гораздо раньше, чем мы можем себе это представить. А вот еще одна необъяснимая с точки зрения официальной науки история. В 1901 году в Эгейском море недалеко от Крита ныряльщики обнаружили античный корабль, затонувший еще в 85-м году до нашей эры. Находка стала настоящей археологической сенсацией. Море сохранило не только судно, но и его груз. Редчайшие древнеримские монеты, посуда, оружие, даже двухметровая бронзовая статуя тончайшей работы. Долгое время археологи безуспешно изучали древние сокровища, и только спустя полвека британский ученый Дерек Прайс обратил внимание на странный механизм, состоявший из необычно тонких пластин и искусно изготовленных шестеренок. Тщательно изучив находку, он понял, почему это устройство не заинтересовало его коллег полвека назад, потому что механизм оказался ничем иным, как механическим компьютером. А компьютеров в начале 20-го века, как известно, не было. Не веря собственным глазам, ученый решил реконструировать древнее устройство и сделал его современную копию. Проверив ее в действии, доктор Прайс был просто потрясен. Оказалось, что механизм, созданный более двух тысяч лет назад, это не только подробный календарь, который показывал дни, недели, месяцы, годы, но и точнейшие устройства, способные определять местонахождение человека по движению светила, причем не только по Солнцу или Луне. Он учитывал движения Юпитера, Сатурна, Меркурия, Марса, Венеры. Кроме того, одновременно механизм представлял собой настоящий калькулятор, который позволял умножать, складывать, вычитать и делить. Но самое невероятное, механический компьютер был снабжен дифференциальной передачей, даже для нас вполне современным устройством, которое сегодня используют в приводе автомашин. Но разве такое возможно? Неужели древним конструкторам 2100 лет назад удалось построить точнейший вычислительный прибор, работающий на прототипе современной коробки передач? Ведь официальная наука утверждает, подобные по сложности приборы, и то гораздо более примитивные, человек научился создавать только в 18 веке. Модель этого механизма — это огромное количество вопросов и ни одного ответа. Потому что историческая наука утверждает, в первом веке до нашей эры человек не мог делать столь тонкую обработку материала. Также он не мог определять точные координаты светил, потому что первый телескоп, как мы знаем, появился только полторы тысячи лет спустя. Тем более, древнеримский мастер не мог точно вычислять траектории движения планет. Антикитерский механизм — это просто революционная находка. По мнению ученых, возможно, древние люди использовали антикитерский механизм в качестве навигационной системы в дальних морских походах. С его помощью им удавалось прокладывать безошибочный маршрут и держаться правильного курса. Но неужели наши древние предки были способны задолго до Колумба составлять точнейшие карты сложных путешествий и преодолевать океаны? Исследователи считают, что именно так и было. В доказательство этой версии они приводят древних альмеков, населявших в первом тысячелетии до нашей эры Мексику. По словам археологов, цивилизация альмеков придумала собственные технологии не только для строительства городов, но и для кораблей, способных преодолевать океаны. Это кажется фантастическим, но исследователи уверены, пересекая Атлантику, древние индейцы путешествовали по всему земному шару. В качестве подтверждения этой догадки, археологи приводят артефакт, найденный в поселении Лавента. Это океаны на своих судах. Возможно, они видели представителей негроидной расы и впоследствии делали вот эти голом. Конечно, множество археологических находок, вроде багдадской батарейки, древних аэродромов и хрустальных черепов, не могут служить неопровержимым доказательством того, что до современного человека Землю населяла какая-то высокоразвитая цивилизация. Ведь установить точный возраст находки всегда довольно сложно. А найти аналоги или недостающие части того или другого артефакта часто вовсе не получается. Значит, вполне правы могут оказаться те, кто считает, что всем этим предметам часто приписываются несвойственные им функции. То есть багдадская батарейка может оказаться обычным сосудом для хранения ядовитых жидкостей. Древний механический компьютер более поздним изобретением греческого астронома Гепарха Никейского, а камни Ики с изображениями хирургических операций банальной подделкой. Быть может, до нас, миллионы лет назад, на Земле тоже была жизнь, и планету населяли высокоразвитые цивилизации, которые по уровню своего развития даже опережали нас сегодняшнюю. Ученые не исключают, что так оно и было. Однако много тысяч лет назад глобальная катастрофа уничтожила эту цивилизацию, а заодно и все следы ее земного существования, оставив лишь обрывки воспоминаний о великих и могущественных богах в древних поэмах и наскальных рисунках, а еще жалкие крохи невероятных знаний, которыми никак не могли располагать первые люди нашей цивилизации. Слишком многое говорит в пользу версии, что много тысячелетий назад нашу планету населяла высокоразвитая цивилизация людей, у которых уже все было. И авиация, и электричество, и даже энергия атомного ядра. Видимо, цивилизация погибла в результате глобальной катастрофы. Все сходятся на том, что это произошло где-то 14 тысяч лет назад. До нас дошли лишь немногочисленные артефакты, происхождение которых невозможно объяснить с точки зрения традиционной науки, да легенды, которые мы ошибочно принимаем за фантазию и выдумки древних авторов. Официальная наука утверждает, человек современный, то есть мы с вами, это венец эволюции. Возможно. Возможно, все именно так и было. Но слишком много фактов не вписывается в эту теорию. А значит, до тех пор, пока на все эти вопросы не будет найдено исчерпывающих ответов, мы вправе считать, что многие наши представления об окружающем мире это не более чем территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи уже в ближайшую субботу в 10.30 и в следующий вторник в 20.00. С вами был Игорь Прокопенко. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова